Вопрос об ужесточении контроля за городскими водоёмами рассмотрели в мэрии Биробиджана в рамках внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина – участившиеся трагические случаи во время купания. Несмотря на профилактическую работу, раздачу листовок, проведение рейдов и установку предупреждающих знаков, горожане продолжают проводить досуг в несанкционированных местах купания. Особое внимание члены комиссии обратили на безопасность детей в период каникул. Вся лагерная компания по отдыху и досугу детей закрыта. Дети предоставлены самим себе. Так получилось с учетой злополучной пандемии на сегодняшний день. Устоятельства такие, которые не были раньше никогда. И дети действительно, посмотрите, то в люке падают, то еще что-нибудь. Посмотрите, какая динамика. Дети все на улице. И нам нужно как-то обеспечить контроль в этой части. В разрешенных водоемах на территории областного центра, логове Скорпиона и пляже парка культуры и отдыха проводится постоянный контроль. Трагических случаев в данных местах не наблюдалось. В основном трагедия происходит на несанкционированных водоемах. Напомним, с начала купального сезона погибло три взрослых человека и один ребенок. Несмотря на предупреждения, эти карьеры по-прежнему популярны среди горожан. Какие у нас основные водоемы для купания по городу Биробиджану? Это у нас водоемы лесной, это водоем в районе комбикормового завода по улице Читинской. Водоем Байкал у нас тоже проблематичный. У нас дети ходят со второго Биробиджана туда. Участники совещания определили перечень мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на воде. Так, сотрудники мэрии, спасатели и стражи порядка будут проводить рейды с 12 до 18.00 ежедневно. Кроме того, работа спасателей на карьере лесной в районе улицы Шалаева и приобретение необходимых средств будет оплачиваться из муниципального бюджета. Спасательный пост на данном водоеме выставили с 31 июля. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости, 21.